Привет. Здорово. Раз, два, три. Шикарно. И мне его нужно будет разыграть. Этот стол стоит дороже, чем компьютер. Скидка сегодня. Акция. Добрый день, молодые люди. Меня зовут Эрик Шоков. И сегодня вы увидите то, что тут находится. Да. Сейчас ничего не видно. Все в порядке. Это ход гения. Только не перематывайте. Вы сломаете этот ход. Давайте досмотрим от начала до конца. Сегодня во влоге. Я вам расскажу, зачем я переехал сюда, как мы перевезли М4, сколько это стоило, куда мы переехали. Я вам покажу экскурсию по этой квартире, как мы это все будем закупать от начала до конца, куда это все пойдет и так далее. Сегодня будет лайф-ролик. Он не будет сильно сложным. Надеюсь, что вы посмотрите, почините во время, наверное, трапезы. Всем приятного аппетита. Это самое главное. И, понятное дело, просмотра. Но перед тем, как начинать, я хочу вам сказать одну вещь. Я открыл свой Телеграм-канал. И туда вы не сможете попасть. Попадут только те люди, которые правильно ответят на вопросы. Если вы меня знаете плюс-минус хорошо, то вы сможете получить туда инвайт. Просто перейдите по ссылке, которая есть в описании. Там будет Телеграм-бот. Он спросит у вас 10 вопросов. Если вы ответите на определенное количество вопросов правильно, то он вам выдаст ссылку на мой Телеграм-канал. То есть я хочу окружить себя в Телеграм-канале самыми дружными, самыми знающими людей, как меня. Что? Ну, вы меня поняли. Я так всегда делаю. Поэтому попробуйте себя. Если вы выиграете, то я жду вас в нашем Телеграм-канале с общим чатом. Мы там общаемся и знаем почти каждого в лицо. Ну что ж, начинается наша история. Спустя два года я переехал из Питера в Грузию. Все из-за того, что у меня закончилась и виза. Ну а через неделю, как я уехал, Владимир Владимирович Путин говорит о том, что я мог остаться. Аж до октября. Но в любом случае мы во всем ищем плюсы, поэтому я переехал в Грузию и пожил тут побольше, чем я ожидал. Прошло уже больше месяца. Я делал на самом деле мало роликов и даже на Собиршоке мало активничал. Я записал всего лишь три ролика, будучи в Грузии. В Украине я только неделю, а уже тут два ролика. Надеюсь, что так будет продолжаться. Почему именно Украина? Ну, а почему бы и нет? Здесь огромное количество контент-плана. Я могу записать интервью с Сеней, клуб Зевса. 7 июля я решился уехать в Украину. Как я это сделаю? Машину я отправлю на пароме в Украину, в Черноморск, из Поти, по Черному морю. Но уже пошло что-то не так. С пол первого ночи я пробил свое колесо на машине. В итоге спустя 4 часа мы еле-еле как смогли это все исправить. Повезло, что там была маленькая дырка и одна заплатка спасла жизнь. Чтобы отправить машину из Грузии в Украину, это мне стоило 495 долларов. И да, на самом деле это очень приятный ценник. Ну, а время ожидания около 50 часов. 36 часов она плывет. Ну и остальные нужно ждать, чтобы ее потом забрать. Наконец-то машина приезжает. И мы находимся прямо сейчас в городе Одесса. Я был удивлен, что такие номера прокатили. Потому что у меня были единственные сомнения, что машину даже не пропустят. Либо вернут назад из-за того, что номера какие-то блатные и вообще не похожи на нормальные номера. Кстати говоря, первым же делом, что я поел в Украине, это котлету по-киевски. Я даже не знал, что она так и выглядит. Можете попробовать, она очень сытная. Так что будьте с этим аккуратнее. Так, я переехал в другую страну. И понятное дело, мне нужно понять, где же я буду жить. Все эти три месяца. Вот мои варианты, которые я рассматривал. Первые два варианта были не очень тем, что одна была слишком маленькая, вторая слишком большая. Бессмысленно большая, потому что это все лишь одна комната во всей квартире. Ну а третья, она выделяется приятным дизайном и хорошим расположением. Ну все, по сути я заселился. И сейчас нам нужно приступать к съемкам, подготовке к роликам и к адаптации в новой стране. В новом городе с новым окружением. Так, пойдем в обычный четвертый этаж. Нас там ждет магазин Телемарт. Шоу-рум. Но это было, кстати, очень неожиданно. Я просто написал Телемарту, ребят, я тут переезжаю в Киев, мне нужен компьютер. И они мне скидывают ссылку на компьютер, где есть 3070. Если что, я сейчас приехал из Грузии, где у меня была видеокарта 1080. Поэтому сейчас для меня это будет шоком. Реально давно не было хорошего пока. Даже в Питере у меня был не очень. Хоть и дорогой, но забагованы. Вот, надеюсь, что с Телемартом такой ситуации не будет. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы должны были забрать компьютер, шок. Вот он. Если что, я ничего не говорил. Я даже не помню, что я им скидывал логотип в Собиршоке. Я правда не помню. Но это была полностью их инициатива. У них тут даже есть, смотри, брендирование даже вот тут. Сейчас у вас на экране комплектующие этого компьютера и стоимость. Я в шоке, честно. Это очень-очень хороший вариант. И мне его нужно будет разыграть. Через три месяца кто-то из подписчиков, который попадет в прокачку ПК, станет обладателем. У нас такие условия с этим магазином. Первое включение компьютера. Собиршок-шок. Так, ой, как красиво. Слушай, ну он очень хорош. Мне только что объяснили, что этот стол стоит дороже, чем почти как компьютер. 70 тысяч гривен стоит этот стол. Что же он умеет? Он умеет подниматься на электроприводе и опускаться. Все, на этом заканчивается функция? Толстое закаленное стекло, возможность установки любой системы внутрь. А, компьютер в столе, боже, господи. А, так продается не стол, а продается компьютер. Только стол продается за 70 тысяч гривен. Это чисто такой развлекаловый, что было бы интересно. А есть какие-то дешевые более варианты? Вот я хочу, например, стол купить, где могу работать стоя. Ну, это AirCure. Он также с электронной регулировкой, но качество чуть попроще идет. Не, ну если экран чуть-чуть поднять. Можно, можно. В целом, не, можно еще? Да. Ничего не тянется там? Ну ладно, что-то, что-то. Слушай, не, хороший, а сколько он стоит, стол? Порядка 12 тысяч гривен. 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Ладно, спасибо. Пойдем забирать компьютер и работать над ним дальше. Слушайте, я хочу стол этот купить. Не проблема. Не проблема. Прямо сейчас забирать или запечатанный доставить? Запечатать и доставить лучше. Да, доставка, ты его не положишь в машину. Да, если сегодня. Сегодня могут не успеть, завтра. Можете узнать? Да. Сегодня получится или нет? Я бы его забрал бы сегодня пока. Просто хочется, чтобы сегодня записать этот ролик и уже прям закончить ее весь сетап. Мы сегодня должны еще свет покупать. Поэтому ты мне будешь помогать со светом? Ну и нужно выбрать хороший ракурс, хороший свет. Я еще написал три компании по вывескам неоновым. Они все меня проигнорили, даже не прочитали. Я тебе могу дать контакт. Да? Мне нужно по бартеру написать шок. Либо сайбершок. Что лучше? Наверное, сайбершок логотип и сайбершок надпись. Да, нужно сделать это. На стене я хочу, чтобы было видно на стримах и на видео. 12500. Давайте, забираем. Нам сделали скидку только что на 2500 гривен. На 2000. На 2000. Извините, у меня по математике проблема. Это получается 6000 рублей. Скидка. 100 долларов. Ладно, будем начинать со 100 долларов. Слушай, оно прям... Это прям хорошо. Это что за чудо? 7000. Кривен? Это очень хороший ценник. Но... 20 тысяч рублей. 20... А, нет. Хотя, нет, нормальный, нормальный ценник. Но он очень комфортный. О, кстати, это немножечко смесь офисного и игрового. Это ортопедическая. Это с правильной посадкой. С правильной посадкой. Не, классный шоурум. Ну, прийти, посмотреть, подтайкать. Вот самая главная проблема всех магазинов по клавиатурам, мышкам и так далее. Мышки возвращают 90%, если возвращают, я неисправный. Когда им не подходит хват. Зная эту проблему, люди не делают шоурумы. Шоуруму нужно делать, если ты продвигаешь что-то. Не знаю, я потыкал мышку, клавиатуру, все. Я понимаю, что я не хочу ее. Все. Я иду брать новую и возвращать ничего не буду. Это же легендарно. Хорошо. Пусть служит. Спасибо. Выбачиваешь, что получилось. Это Олег Витвиненко. И он получил все девайсы, кресло, монитор. К тебе домой все пришло, потому что у меня не было адреса. Поэтому сейчас будем все разбирать. Кстати, в этой квартире снимался этот, как он, покупка скинул. Помнишь? Меня зовут Олег. Олег Витвиненко. Слушай, но кресло поместится. Точно. И монитор. Не, все нормально. Так. Слушай, я вообще забыл, что ты у меня участвовал, что купит школьник. Так это было когда, года, блин. Три назад? Добрый день. Прямо сейчас мы занимаемся логистикой всего этого дела. Привет. Здорово. Вот наши коробки, которые мы только что получали. У нас был квест огромный. То есть три локации, где мы это все забирали. Но все получилось очень быстро. Единственный косяк, что свет не получилось найти. Потому что все закрывается в 19.00. Аль, ты сейчас что делаешь? Я делал так, чтобы у меня не было видно взято. Ах, нефлох. Вот он. Так. Давайте смотреть, что у нас в итоге получилось. Сейчас будем смотреть или потом? Или экскурсию по дому? Давай экскурсию по дому. Так, давайте начнем с гардероба. Он здесь огромный. Здесь можно поместить все. И здесь реально можно спать, если захотеть. Здесь у нас, так сказать, бойлерная, стиральная машина и сам бак. А если что, тут 55 квадратов. Это очень мало. Вы подумаете. Но я сижу в одной комнате. Мне главное выйти просто, входной двери уйти. Поэтому для меня достаточно и 15. Все выглядит очень красиво, аккуратно, стильно. Все в одном стиле. Поэтому я никак не могу здесь придираться. Есть вроде посудомойка. С учетом того, что я не буду готовить здесь. А посуда будет чистая? Посуда будет чистая, да. В холодильнике есть, да? Да, есть. Что-то есть. А я не помню, что там. Открываем, посмотрим сейчас. О, Оксимель. Оксимирон. Ну, почти, да. Молоко. Молоко. Телевизор, кстати, я посмотрел, он не тупой. То есть там смарт-тв какой-то. Ну, есть же смарт-тв тупые. Этот более-менее умный. То есть, посмотри. Но я все-таки, как смотри. Вот вчера было Евро 2021. Я не знаю, как на него смотреть. Тут нет же... Тут же нельзя смотреть телеканалы? Нельзя. А где смотреть в интернете в Евро? Где? Ну, в целом, я не любитель футболу. Мне просто было интересно посмотреть, что будет. Здесь будет работать Коля, Фритис. Монтажер этого ролика переедет ко мне на Данее 12-10. И будет монтировать здесь. Мы будем монтировать и записывать. Тут диванчик, где он будет спать. Коля, это все, это обзор для тебя. Эти диваны... Это не диван. Это кресло. Оно выдвигается. Вот, они как отдельные могут быть. Это технологии Илона Маска. Вроде это он делал. Они сами выдвигаются, как автопилот в Тесле? Да. Чтобы вы понимали бы, эти технологии не очень такие популярные. Они лимитированы. Поэтому сейчас вам покажу. То есть, я просто через телефон могу управлять этим креслом. Оно создается в диван. То есть, я ничего не делаю. Оно уже само все делает. То есть, и можешь обратно, если нажать еще раз. Так. Ну что ж, по кухне мы прошлись. Это все. Мне очень нравится. Этот стиль называется лофт. То есть, они сэкономили, по сути, ничего не делали. Это как и было при постройке. Так и осталось. Ну, это круто выглядит, согласитесь. Заходим сейчас в ту комнату, где и будут делаться все ролики. Где и мы будем все ставить. Вот то самое кресло, которое мы сегодня уберем. Тот стол, который мы сегодня уберем. Боже, мы сегодня такой классный стол купили. Я забыл про него. И как еще резко. Представьте, мы бы поехали бы в Икею. Весь город. Выбирали бы какой-то дешевый, неудобный стол. Который вести надо было бы самим. Ой, да. Боже. Боже, я забыл, знаешь что? Я забыл купить провод. Я забыл его дома. Провод от USB в микрофон. Их можно купить? Да. Ну все, завтра тогда купил. Микрофон можно купить просто. Это что за мажорский вариант решения проблем? Вот здесь я хочу сделать какую-то неоновую вывеску. Должен быть сабишок. На монтаже Коля вставит. Да, да, давай, Коля. Коля, вот тут сабишок логотип. И тут надпись сабишок. Ужа есть. На монтаже. Блин, представь, жить в виртуальной реальности. Он есть. Опять огромные шкафчики. Здесь поместится все, что можно. Я привез в Киев с другой страны. Одну сумку. Туда входила аппаратура вся. Вот, что на столе. Одна толстовка. С Эроном. Не буду показывать. Носки. Шорты с куражом. И... Кураж, трусливый пес. Да. Ты знаешь его? Конечно. Господи, это мой любимый мультик. Я тебе сейчас покажу весь мой мерч. И Na'Vi. Спортивка, чтобы было бы тепло, когда будет холодно. Когда будет спортивно. Да. Кстати, нужно найти спортзал. Ну и вот, смотри. Какое классное местечко. Смотри на эту футболочку. И что у нас здесь? А, все. Не надо смотреть. Ну, в целом, в целом, согласись, больше ничего не нужно. Ну да. Конечно. То есть, рабочее место, поспать, кухня, телевизор. И нормальный туалет. Пойдем в туалет. Мы будем его тестировать. Тестировать, я думаю, можно. Только на моем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Вот как выглядит ванная. Очень все аккуратно. Мне нравится человек, который занимался дизайном. Все очень просто, все очень красиво. Ну что же, Артур. Да. Давай собирать и посмотрим, что получится. Если что, по девайсам у нас все вот же так, ну а как иначе. По сути, это мой питерский сетап. G-Pro Wireless. Надеюсь, Wireless все. Боже, безпроводные наушники. Мышка тоже беспроводная. И клавиатура беспроводная. И коврик беспроводной. То есть, у нас все беспроводное. У нас коврик чуть-чуть не будет использоваться, потому что у нас весь стол под ковриком. Устала есть свой коврик. Устала есть свой коврик. Ой, я подарю его Олегу, который был сегодня в ролике, который собирал все посылки. Мне кажется, это шикарный подарок. Согласись? Да. Да. А, боже, самое главное, клавиатура, она белая. У меня всегда были черные. Мне ребята пишут, хочешь белую? А я согласился сразу. Ну, она выглядит стильно, как белый салон в Тесле. Да. Так, сейчас будет первая посадка и первый спуск. Надеюсь, мы сегодня все правильно. Так, пока что все хорошо. Так, наверх нормально. И вниз. Это конец? Это очень мало. Маленький ход. Очень-маленький, очень. То есть, чрезвычайно маленький. Я даже не знаю, сколько это кресло стоит. Вот. У вас сейчас цена на экране. Это кресло MSI. Они вместе с креслом прислали мне еще и монитор. Вот этот. Как же красиво он выглядит. Я хочу его включить. Давайте подходить к этому моменту уже быстрее. Мы вспотели. А, еще второй монитор нужно купить завтра. Короче, какой у нас список того, что мы купим завтра? У нас нет. Провода для Road to Nt. Я его забыл, я это говорил. Интернет-кабель не хватает. То есть, сейчас хватает интернет-кабель, но когда будет стол повыше, то провода не хватит. Свет надо купить сюда и сюда. Штатив туда, потому что я всегда записываю в мою правую сторону. Вывеску поставить нужно. А, она уже стоит. Забыл, сори, Коля. Раз, два, три. А, где выхлоп? Да. Так электричка ж. А, эти ТС логоватся, я ломался, перестань. Я думал, что тут скачено. А где Windows 11, я не понял. 370, господи, 370. Я смогу стримить 120 фпс. Сайбер, чё? 3700 онлайна, господи, как же шикарно. Ребят, вот онлайн наверху, брат. Не был, вот этот человек не был на Сайбер-шоке. Я просто в шоке. Ты не был на этом проекте? Я вкс не играю. Я по ворозвану. А у тебя есть ворозвание сервера? Не. Ну, надо бы. Они не могут такую возможность. Давай, сейчас у тебя задача зайти на сервер. На сервер? Да. Ну, смотри, у нас сразу как бы залогиниться через Т. Не-не, это можно без логини. Получить премиум обязательно. Обязательно получить премиум. Подписаться на Инстаграм. На Инстаграм обязательно надо подписаться. И после этого уже как бы рейтинг повышается. Мы выбираем режим. Очень красиво смотрится. Выбираем режим Deathmatch, я люблю. Вот, я лично люблю Deathmatch. Нажимаю сервер. О, ты очень быстро разобрался. Присединиться к серверу. Все, значит, у нас сайт с простой. У тебя есть для использования? Сайт простой для использования. Просто я задрон. 25 градусов показывают. Это на улице в Киеве. Нет, это не на улице в Киеве. Это компьютер, наверное. Легкий дождь. Да, 25. В компьютере легкий дождь? Мне это не нравится. А что это такое? Это к монитору USB-шники. Слушай, он же шикарно подходит для этого. Да ладно? Неужели? Да ну? Да ну нафиг. Да ну? Да ладно? Подожди, реально покажи. Ребят, если сейчас... Короче, ладно. Эта постановка была. У нас была реально сейчас... Точно такая же ситуация, только без... Только больше было эмоций. Короче, мы просто разбирали сейчас все эти провода. И оказывается... Чудесным образом кабель от монитора USB подошел под микрофон. Так, раз, два, три. Да, что? Подожди. Ты серьезно? Как это работает? То есть... Это такое совпадение. Раз, раз, раз. Да ладно? Что за вред? Я клянусь, это не постанова. Провод был в коробке от монитора, который мы должны были завтра купить, который я потерял в грузе. Точнее забыл. Лютое совпадение просто. А может переместимся в Теслу сейчас? Зачем? Завтра мы уже закупаемся. Ну да. Тогда перемещаемся в Теслу. Перемещаемся в Теслу. На сегодняшний день. Короче, сразу говорю. Я никогда в жизни не сидел в Тесле, которая едет. Ты едел только, которая уже не ездит. Ездить не буду, да? Я был только в одной Тесле, это в Арпача. Просто сидел на пассажирском. Ну и немножко на водительском. Вообще не знаю, как она едет. И не знаю, подвеска какая. Все. Это мои первые два метра. И с учетом того, что это не кожа, она очень приятная. Слушай, ну, блин. Но не особо. Ну, в плане, если я бы закричал бы, это было бы вау. Это было неожиданно, но не до крика. Не до крика, значит. Хочешь до крика. Хочу до крика. До крика хочешь. Ворот, это не дарно. Не, она вызывает определенные эмоции. Но улыбка все равно, ты не можешь сдержать ее. Да, да, да. Красную, красную. Не, не успел, мы успели на оранжевую. Слушай, да, вот это ты правильно отметил. Я улыбаюсь неосознанно. Ты не можешь просто с покерфейсом ехать. Раз, два, три. Какая же она мягкая, господи. Какая же она мягкая. Им все равно, что только что около них было столько метров сейчас. Им все равно. Они даже этого не почувствуют. Они даже это не чувствуют. Их раз уж ветром сдует. Следующий день. Сейчас мы вернулись за софтбоксами. И мы еще забыли, что нам нужен второй монитор. Для того, чтобы найти второй монитор, нам нужно купить его. Короче, в итоге взяли мы прямоугольный софтбокс, свет, штатив для этого цвета и штатив для камеры. Осталось купить монитор для чата. Здравствуйте. Можете подсказать, мониторы где можно найти? Вот этот, я думаю, дешевый будет. Вот этот, да? Смотри, какой некрасивый. Значит, наверное, дешевый. Две девятьсот стоит как раз, смотри. Подожди. Две девятьсот девятьсот девять. Скидка сегодня, акция. Короче, только что мы нашли тот самый монитор. Во, шикарно. Он еще так выглядит красиво, как будто книжка. Ладно, все, берем, получается, этот. Цена четыре семьсот. Это у нас около 12 тысяч рублей, да? Так, взяли, получается, монитор. И сейчас можем уже перемещаться домой. Короче, все, мы сделали. Вот так вот выглядит. Это мой финальный рабочий вид рабочего стола. В целом, мне нравится. Тьфу. Так, давай сяду. Короче, сейчас вы увидите, как получается картинка. Ладно. Мне вроде будет хватать. Давай быстренько зайду на десматч. Мы проверим, сколько фпс мы забыли это сделать. Так, ну, смотрим. И вроде мы видим, что у нас есть 400 фпс. 300, 400 есть. На десматч при записи на сервере, где 18 человек. Вроде бы комфортно. Мне играть комфортно. Мне играть точно комфортно. Слушайте, ребята, ну, я думаю, что на этом есть смысл закончить. Мне кажется, что это был очень такой большой влог про переезд в Украину. Надеюсь, что это была не ошибка. И я получу много контента. Я получу много знакомства. И получу, самое главное, новых подписчиков. И интересу своих прежних. Спасибо большое всем, кто смотрел. Ребят, мой Телеграм и Инстаграм есть в описании. Сейчас я занимаюсь этими социальными сетями. Поэтому я вас всех жду там. Ну, и не забудьте то, что попасть в Телеграм можно только пройдя тест. Пройдут только смышленые и знающие меня люди. Спасибо. С тобой был Яшок. Посмотри мой другой ролик. К примеру, как я купил М4. Все от начала до конца. Штрафы, ДТП и так далее. Все в этом ролике. Я с тобой прощаюсь. Я Эрик Шоков. И пока.